Люди, Homo sapiens, это такие создания, для которых важен не только мир практический, столов, стаканов, яблок и стульев, а знания как таковое. Вот как специалист всё-таки в нейронауках тоже, я могу сказать, что мозг наш, если что-нибудь и не умеет делать, это он не умеет не учиться. Он учится постоянно, не тогда, когда на него нападают учителя или профессора, а он учится, потому что ему просто интересно знать. Поэтому это не такой банальный ответ, как он кажется на первый взгляд, потому что я бы к этому вот что добавила. Всё зависит от того, кем мы сами себя считаем. Если мы себя готовы приравнять к братьям нашим меньшим, которые просто размножаются, едят, защищают свой дом и так далее, делают очень важные вещи, то тогда этот вопрос действительно повисает. Но мы живём в другом мире, для нас важны идеи, для нас важно чистое знание. Нам интересно этим заниматься. И наука на самом деле про это. Это первая часть моего ответа. А вторая часть Фарадея, я вспомню. Когда он всё это вытворял, естественно, у него даже и мысли не было о том, во что это может вылиться. Я к тому говорю просто людям, не учёным это, что ты никогда не знаешь, чем это кончится. Это на первый взгляд, ну, рентген, к примеру, ну, игры и игры. То есть вот широкая публика, она ведь что считает? Что это игрушка такая, которая довольно дорого стоит обществу. И непонятно, ради чего общество должно за это платить. Вот обычные люди могут думать и так. Но это не так, и это более того нужно объяснять маленьким детям очень рано. Ну, смотрите. Ценность знания как такового. Вот.